Глава пятая. Некоторые же муж именем Анания с женой своей Сапфирой, продав имение, утаили из цены сведома и жены своей, а некоторую часть принесли и положили к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль, и солгать Духа Святому, и утаить из цены земли. Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное даже не твоей ли власти находилось? Да чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышавшие слова Анания, пал бездыханин, и великий страх объял всех услышавших это. И став, юноши приготовили Его к погребению и вынес, а похоронили. Часа через три после сего пришла жена Его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за сколько вы продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это? Согласились вы искусить Духа Господня? Вот, выходя из двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног в игру, и спустила дух. И юноши, воедя, нашли ее мертвую, и вынеси, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех услышавших это. У камежи апостолов совершалось в народе многие знамения и чудеса. И все единодушно пребывали в противоположном притворе самого Соломоновым. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ посовлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улицы, полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра осенил кого из них. Сходили также и в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. Первосвященники же с ними все, принадлежащие к аресии, ереси садукийской, исполнились зависти. Наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал, «Идите и став в храме, говорите народу все и все слова жизни». Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященники, которые с ними придя, созвали Синодрион и всех старейшин из сынов Израилевых, и послали в темницу привезти апостолов. Но служители придя не нашли их в темнице, и, возвратившись, донесли, говоря, «Темницу мы нашли запертую со всей ее предосторожностью и стражей, стоящими перед дверьми, но то, отворив, не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова первосвященники, начальник, стражи и прочие первосвященники недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря, «Вот мужик, которых вы заключили в темнице, стоит в храме и учит народ». Тогда начальник стражей пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведя же их, поставив в Синодрионе, и просили их в первосвященник, еще не говоря, «Не запретили мы вам накрепко учить, но имени всем. И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на вас кровь того человека». Петр же и апостолы ответ сказали, «Должно ли повинно повиноваться больше Богу, нежели человеку?» Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его вы возвысили Бога десницей своей, и начальника, и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. «Свидетели ему всем мы и Дух Святой, который Бог дал повинующимся ему». Услышав это, они развивались от гнева и умышляли умертвить их. Также Синодрионе нектофарисей именем Гамалию. Гамалию, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. Хаим сказал, «Мужи израильские, подумайте сами, и с собою о людях сих, что вам с ними делать? Ибо незадолго перед Сим явился Федор, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек. Но он был убит, и все, которые слушались Его, и исчезли, после него во время переписи явился Иуда, галилеянин, и увлек за собой довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушали Его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих, и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить Его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться Богопротивниками». Они, послушав Его и призывав апостолов, били их, и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Сенатриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса будут достоинствовать принять бесчестие. И всякий день в храме и по дуумам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.